В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Русул. Здравствуйте! Программа «Арктический гектар» начала действовать с 1 августа 2021 года. Жители России смогут получить безвозмездное пользование сроком на 5 лет гектар земли, расположенной на территории Арктической зоны Российской Федерации. По истечении срока землю можно будет оформить в собственность или заключить договор аренды. Первые полгода такая возможность будет только у местных жителей. А с февраля 2022 года подать заявку на свой кусочек Арктики смогут все россияне. Как работает эта программа, расскажет начальник управления имущественных и земельных отношений Ненецкого округа Анастасия Голговская. Анастасия Владимировна, здравствуйте! Добрый день! Анастасия Владимировна, расскажите, пожалуйста, что это за программа и почему возникла необходимость эту программу внедрить и пустить в жизнь, так скажем? Да, действительно, с 1 августа на территории нашего региона, как и на территории других арктических регионов, начала действовать, а точнее распространила свое действие программа так называемого дальневосточного гектара. Она действует на территории России уже более 7 лет, успешно реализуется на Дальнем Востоке и по предложению ряда регионов Арктики была распространена эта программа и на наш регион в том числе. С 1 августа соответствующие поправки вступили в силу в федеральном законе и мы начали прием заявок. Принципиальное отличие этого закона, который вступил в силу с 1 августа, от программы дальневосточного гектара на территории Арктики состоит в том, что мы выбираем территории, которые могут быть включены в эту программу. На Дальнем Востоке наоборот, там законы приняты в субъектах, где указаны территории, на которых нельзя брать дальневосточный гектар. У нас это территории можно так называемые и соответственно в этом году, в июне этого года мы приняли закон округа, где включили 1293 гектар, которые могут быть предоставлены гражданам безвозмездное пользование по программе гектар в Арктике. Так мы его называем. И соответственно с 1 августа мы начали прием заявлений и на сегодняшний день предоставили порядка 2 процентов. Ожидаемого ажиотажа по обращениям не было. У нас изначально прорабатывался вопрос о включении в эти территории других муниципальных образований и близлежащих территорий. Мы рассматривали наиболее благоприятные территории, которые находятся по смежеству с Пешским сельсоветом. Рассматривали земли рядом с Волоковой, с Нижней Пешиной. Но по предложению жителей эти территории не были включены в эту программу, поскольку большинство жителей Пешского сельсовета выразили несогласие. Точно так же было проведено анкетирование в Омском сельсовете и там тоже территории, как нам казалось, наиболее подходящие для реализации этой программы могли бы быть включены. Но там также жители были против. Мы в любом случае все территории, которые и включали, и будем включать, будем это делать только по согласованию с жителями. И территории, которые непосредственно прилегают, и если на территории населенных пунктов, то это в любом случае в обязательном порядке. Соответственно, вот у нас та территория, которая включена на сегодняшний день, это 5 гектар в Куе и 1288 гектар на межселенной территории, прилегающей условно между Куей и Красным. Были согласованы и с жителями Куи, и глава муниципального образования Приморско-Куйский сельсовет тоже согласовывал нам этот проект закона. Соответственно, эта территория была включена. Почему именно эта территория? Потому что, наверное, это, во-первых, территория, которая на сегодняшний день не занята землями оленеводческих хозяйств, что важно. Мы сегодня понимаем, что у нас 95% земли это земли сельхозназначения, практически все 100%, там 99% предоставлены оленеводам для ведения оленеводства. Соответственно, чтобы не задевать их территории, да, и времени у нас тоже на подготовку соответствующего законопроекта округа было немного, и чтобы мы не ушли в длительные согласительные процедуры, да, с оленеводческими хозяйствами. Вот мы максимально выбрали землю, которая никому не предоставлена, которая наиболее пригодна для предоставления гражданам, в том числе для индивидуального жилищного строительства, вблизи населенного пункта. Там с минимальными коммуникациями, да, есть дорога, можно добраться и на речном транспорте, есть дорога на Красный, от которой также можно добраться, в принципе, до этих мест. И вот, как мы видим, интерес есть, но он ожидаемо небольшой. То есть вот у нас на сегодняшний день 50 заявлений подано, 33 договора заключено безвозмездного пользования. То есть, ну, это порядка 2% от всей территории. Мы на сегодняшний день предоставили чуть больше 27 гектар. 3 гектара в Куе и 24 вот на межселенной территории, на прилегающих землях. Что касается самой программы, она, да, действительно рассчитана на граждан Российской Федерации и, в первую очередь, на жителей округа, которые проживают в нашем регионе. Ну, соответственно, по месту жительства, скажем так, которое постоянно прописано на территории региона. То есть, неважно, в Куе может взять любой житель округа землю, а не только жители Куи, скажем так. Здесь, да, действительно важный момент, то, что с 1 февраля могут подать заявки не только жители округа, но и жители России, в том числе граждане, которые по переселению переезжают к нам в Российскую Федерацию. То есть, наши соотечественники, скажем так. То есть, Ближнего СНГ имеется в виду, правильно? Да, да, да. Это те граждане, которые участвуют в этой государственной программе по переселению соотечественников из-за рубежа. Это СНГ, страны СНГ и все те, которые поименованы в этой госпрограмме. В общем, здесь пока тоже у нас ожидаемо ажиотажа не будет, как нам кажется. Здесь, скорее всего, будет интерес только в том случае, если мы будем расширять эти территории и все-таки максимально стараться выбирать земли, которые наиболее обеспечены и транспортной, и инженерной инфраструктурой. Потому что та территория сегодня, которая предоставляется, она больше подходит, прямо скажем, для ведения личного подсобного хозяйства, так называемые избы у нас, для отдыха, охоты, рыбалки, там еще каких-то вот таких мероприятий. Хотя не исключает оно и индивидуальное жилищное строительство. Но я говорю сразу, нужно будет смотреть, конечно, по каждому конкретному участку, там виды разрешенного использования, скажем так, индивидуальные, поскольку, ну, они все равно находятся в разных территориальных зонах по правилам землепользования, застройки и Приморско-Койского сельсовета, там и Заполярного района, те, что на межселенной территории. Поэтому там, конечно, разрешенное использование может разниться. Под что конкретно сегодня люди берут землю, сложно сказать. Почему? Потому что по программе, по закону, люди, когда заключают договор безвозмездного пользования, в праве не указывать конкретный вид разрешенного использования и могут думать об этом год. То есть у человека дано год на то, чтобы выбрать, под что он хочет использовать этот земельный участок. Пока вот с 1 августа те договоры, которые были заключены у нас, идут без разрешенного использования и соответствующие уведомления граждане нам пока не направляют. То есть пока еще никто не выбрал себе вид разрешенного использования. Но как только появится, конечно, мы уже сможем дать какую-то аналитику, какую-то статистику. У нас уже будет понимание, под что в основном люди берут. Но пока, вот еще раз повторюсь, такого понимания нет, потому что нет официальных уведомлений. Но вот судя по тому, что позволяет территория, скажем так, это в основном вот то, что я сказала. Отдых, охота, рыбалка. А какая польза Нянецкому округу от этой программы Арктический гектар? Для чего это нужно? Что мы будем иметь с этого? Ну, смотрите, сама программа изначально Дальневосточного гектара, да, она же была направлена, во-первых, на вовлечение неиспользуемых земель в оборот, остановка оттока граждан с Дальнего Востока, потому что все равно миграционные процессы происходят и необходимо было как-то этот вопрос регулировать, да, и эти потоки контролировать, останавливать, по сути. Здесь тоже, в общем-то, основной момент это вовлечение земли в оборот, потому что мы понимаем, что в дальнейшем это будет либо собственность, либо аренда. Это, опять же, доходы бюджетов местных, это налоговые поступления, потому что если кто-то там будет строить дома, недвижимость, соответственно, регистрировать, платить налог, ну, то есть это, по сути, в какой-то степени экономический рост региона в том числе, потому что, ну, еще раз повторюсь, налоговые поступления, это важно. И, опять же, если есть желание у человека получить землю и как-то работать с ней, почему бы ему в этом не помочь и не дать максимально простой порядок для того, чтобы он с минимальными и затратами со своей стороны, и со стороны государства, с минимальными барьерами, да, мог получить землю сначала в безвозмездное пользование, попробовать, посмотреть, если он готов, да, то есть уже оформлять собственность и дальше платить налог. То есть через пять лет появляются налоговые обязательства? Да, да, конечно. В зависимости от того, какая постройка, да, и в зависимости от того, на каком праве человек захочет оформить землю. То есть если это будет аренда, это будет аренда, да, арендные платежи, там, ставки и так далее. Ну, налоговые, там, соответственно, налоги, налоговые ставки в зависимости от решения, там, соответствующего муниципального образования. Ну, здесь уже сумма, наверное, будет плюс-минус одинаковая, там, какая разница, за что платить, да, там, налог человеку или аренную плату. Но в любом случае это уже будет финансовое обязательство со стороны гражданина. То есть он должен будет что-то платить. Вот пять лет ему дается бесплатно. Бесплатно. Ну и потом собственность бесплатно. То есть за саму, скажем так, сделку платить ничего не надо, естественно. Так же, как и сейчас, ничего не нужно платить, например, за то, чтобы просто участок поставить на кадастровый учет. Вот мы знаем, да, что есть межевые работы, там, межевание участка, сколько это стоит в любом случае. Ну, вот по этой программе оно, собственно, не стоит ничего, потому что человек просто заходит на сайт, на Дальний Восток, Федеральная государственная информационная система, и в личном кабинете, открывая карту публичную, кадастровую карту, рисует себе тот участок, который он хочет. Если что-то не получилось у него с первого раза, мы его корректируем, предлагаем ему другие варианты. То есть на сегодняшний день, на мой взгляд, это наиболее клиентоориентированная система, которая позволяет максимально удовлетворить обращение гражданина с тем, чтобы получить землю. Конечно, эта система понравилась и на Дальнем Востоке, и людям, и органам власти, и нам, в принципе, в ней достаточно удобно работать. И я думаю, что в дальнейшем, я знаю, есть такие проработки, возможно, и на другие виды, скажем так, государственных услуг в рамках земельных отношений, может быть распространена вот подобная система, где гражданам не надо будет ходить, платить деньги и так далее. То есть такой вопрос рассматривается, но это пока на федеральном уровне идет обсуждение. А какое максимальное количество участников этой программы предусмотрено в нашем Ненецком округе, исходя из тех территорий, которые... Ну, смотрите, вот если мы берем, что максимально можно взять гектар, ну, как правило, в программе это все происходит, и программа автоматически считает эти гектары, это, как правило, меньше, вот у нас четко на один гектар есть только одна заявка. Все остальные там чуть-чуть поменьше. Кто-то берет вообще там тысячу квадратных метров, там 0,1 гектар, да, то есть это, ну, совсем. Ну, так человек имеет право. То есть не обязательно, не обязательно брать гектар? Нет, гектар это не обязательно. Гектар это тот максимум, предел, который возможен по закону. Можно и меньше. И, как правило, это все равно, на сколько-то там метров меньше будет. Соответственно, ну, если вот брать по максимуму гектар, то это 1293 человека может поучаствовать в этой программе. Но мы понимаем, что, скорее всего, больше, ну, с учетом того, что программа не вызвала прямо ажиотаж какой-то, да, то, ну, вот на сегодняшний день это пока 50 человек, 50 заявлений, обработанных, вот, заключенных, 33, и, вот, соответственно, порядка 30 гектар, 27 гектар. То есть 33 договора, 27 гектар с небольшим предоставлено. Ну, то есть очевидно, что они берут меньше гектара. Вот. Соответственно, ну, вот максимально 1293 человека могло бы участвовать в этой программе. То есть, а как вот, они нарисовали на карте этот участок, вы потом выезжаете, человек выезжает, там происходит неживание? Нет, 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 никто никуда не езжает, все происходит в системе электронно на площадке вот этой в ГИС. То есть в личном кабинете человек рисует, нам попадает эта заявка, это все в системе структурировано, уполномоченные органы все зарегистрированы, то есть все карты подгружены. То есть там это все происходит в автоматическом режиме, мы видим, что к нам пришла заявка, человек заходит каждый день в кабинет личный, управление, скажем так, да, у каждого исполнителя есть личный кабинет, то есть они заходят и просматривают все заявки. И статус каждой заявки, вот всех заявок, которые поступили, высвечивается и цветами, и днями, и отслеживаются, и часики. В общем, там все автоматизировано, и по каждой заявке можно проследить движение, статус, и сколько дней осталось до конца рассмотрения той или иной заявки, например. Сколько там времени осталось у человека на то, чтобы ответить нам на предложенную схему. То есть там все это автоматизировано, никто никуда не выезжает, никто никуда не ходит, все это в системе автоматически и без каких-то, повторюсь, финансовых затрат. А как потом человек, вот он приходит, он начинает строительство, то есть он этот участок видел только на карте, он потом приезжает на место, как он его найдет? Да, ну в данном случае есть кадастровый инженер, к которому можно обратиться, если человек самостоятельно не может определить координаты, поскольку есть выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, который уже встал на кадастровый учет, он может по выписке, увидев координаты, взять какое-то техническое средство, там, не знаю, GPS, и попробовать самостоятельно найти этот участок. Если нет такой возможности, то можно кадастрового инженера попросить непосредственно на местности, скажем так, отбить эти точки. И вот мы буквально в сентябре принимали закон, он принят о ценах на проведение вот таких работ, о максимальных ценах. На сегодняшний день у нас такая цена установлена в размере 46 тысяч рублей, без учета транспортных расходов, повторюсь, это максимальная цена. Скорее всего, она будет меньше, но здесь, видите, нам необходимо было принять этот закон в соответствии с федеральным законом, то есть в любом случае он у нас должен был быть. И нам необходимо было учесть интересы как граждан, так и кадастровых инженеров, поскольку это все-таки организации и индивидуальные предприниматели частные, и это их предпринимательская деятельность. И в данном случае мы вынуждены в соответствии с законом диктовать им условия оплаты их услуг. И в данном случае мы у них же спросили, какова максимальная стоимость таких услуг, среднюю вывели и предложили в закон округа. Пока у нас нет, наверное, практики прецедентов, чтобы мы могли сказать, много это или мало, потому что пока не обращались. Вот мы в рабочем порядке информацию собирали, но, в принципе, если человек не понимает, где участок его, он может обратиться к кадастровому инженеру и попросить его установить на местности границы его участка. И вот за 8 точек, участок не больше гектара у нас, не больше гектар, вот максимальную сумму, которую с ним могут попросить, это 46 тысяч рублей. Ему все равно, получается, придется обращаться, чтобы мы эти точки отбили, правильно? Да, конечно. В любом случае, потому что он когда-то начнет строительство, ему же нужно будет предоставлять документы, это все... Ну, я еще раз говорю, если он не понимает самостоятельно, где находится его участок, он не может самостоятельно определить. Вот эти вот все документы впоследствии, да, вот он заехал на участок, он его нашел самостоятельно, ему же все равно нужно будет его еще раз перемерить, или это не обязательно? Нет, это не обязательно, просто он в дальнейшем, когда он начнет стройку, например, да, он же должен будет как минимум запросить градостроительный план земельного участка, чтобы понимать пятно застройки, то есть смотря, что он хочет там строить. Это ведь будет, ну, параметры-то разные, разные параметры строительства каждого объекта капитального строительства, и, соответственно, в любом случае, конечно, ему придется обращаться на департамент строительства и понимать его пятно, чтобы, ну, от границ участка там до самого строения соблюдать все необходимые разрывы и требования, ну, то есть, конечно, там стройка, мы сами понимаем, это всегда еще ряд процедур, которые необходимо соблюсти в любом случае, но понимать границы участка нужно изначально, да, для того, чтобы от них отталкиваться в строительстве, то есть для того, чтобы понимать, где у вас пятно застройки, где у вас какие будут разрывы, и опять же, да, сейчас идет, ну, предоставление участков, скажем так, по этой программе кучно, ну, то есть все равно люди плюс-минус где-то вот в одной стороне там пытаются участки взять, потому что, ну, где-то там больше воды находится, вот водоемов, да, скажем так, где-то меньше, и вот там стараются где меньше, например, да, или наоборот, где больше, там, для рыбалки или чего-то, ну, то есть, и есть участки по смежеству, то есть такое встречается, и вот здесь, да, тоже нужно понимать, кто у вас сосед там, да, чтобы тоже потом не возникло вопросов, знаете, когда бывают люди строят, там не соблюдают какие-то разрывы, потом возникают проблемы и с постановкой на учет этих объектов, и с регистрацией прав на них, и по сути, государство тоже в этой ситуации проигрывает, потому что не получает от поставленного объекта соответствующие налоги и далее. А по прошествии пяти лет, когда этот объект можно будет свой гектар взять в собственность или в аренду, человек может его продать, как он может им распоряжаться, он может его передать по наследству, подарить, что вообще возможно? Как собственник человек уже будет в праве самостоятельно решать судьбу объекта и участка в рамках гражданского законодательства, здесь уже мы в эти отношения... Ну, то есть это уже его право, это никак не оговаривается? Это уже, да, его непосредственное право, и мы здесь не можем какие-то указания давать, здесь наши, в общем-то, правоотношения заканчиваются с регистрацией права его собственности на участок. Все, в данном случае уже он как собственник в праве его и подарить, и по наследству передать, и дальше там что, по гражданскому законодательству, любую сделку, незапрещенную законом он в праве совершить. А что будет с той землей, которую не разберут, которая останется свободной и по программе? Ну, она пока так и будет у нас в программе, мы, конечно, можем выносить изменения как в плюс, так и в минус, я полагаю, но в данном случае, пока мы не планируем исключать какие-то территории, задача у нас стоит наоборот, только наращивать. Мы сейчас готовим соответствующий проект закона, есть предложение Приморско-Куйского сельсовета, тоже там по включению муниципального участка, находящегося в муниципальной собственности, там производственная территория, но мы вот сейчас хотим проработать вопрос с тем, чтобы все-таки перевести эту территорию по правилам землепользования и застройки в жилищную зону, чтобы в этой жилой зоне могли люди строить индивидуальное жилищное строительство. Потому что мы понимаем, вот по практике обращения, которые к нам приходят, все-таки интерес вызывает индивидуальное жилищное строительство в основном. Поэтому мы стараемся максимально именно с таким разрешенным использованием участки формировать и территории включать. А те территории, которые на сегодняшний день включены, да, они какие-то позволяют вот участки, да, строить жилье, какие-то нет. И это, еще раз говорю, вот нужно смотреть по территориальной зоне. Но будем стараться, конечно, максимально такие участки включать, пока вот исключать не планируем. То есть получается, что вот это не значит, что вот программа начала с 1 августа действовать, это не значит, что вот 22 февраля все местные не могут подавать после 22 февраля, да? То есть это все можно подавать и подавать. И она, какой-то есть срок окончания этой программы или нет? Нет, нет, срок окончания программы нет, она бессрочная. И это означает, что сейчас жители округа могут вот с 1 августа постоянно обращаться в рамках этой программы. Ну, имеется в виду, что те, кто еще не поучаствовал в ней. А с 1 февраля просто новая группа лиц, скажем так, включается в эту программу. Не более того, граждане нашего округа, как участвовали, так и участвуют в ней. Здесь нет никаких ограничений и запретов, и каких-то сроков. Нет. Вы сказали, что вот жители деревень были против нескольких. Да, почему они были против, почему такое отношение? Ну, смотрите, начнем с того, что Пешский сельсовет, да, что из себя представляет. Это Нижняя Пеша, достаточно, ну, вот, крупный, да, поселок, село, дорога одна. Она проходит, если вот до Волоковой, через Верхнюю Пешу и, соответственно, через Волоковую, чтобы попадать к своим участкам и гражданам округа, да, и других регионов придется вот по этой дороге постоянно перемещаться. Жителям это не очень нравится. Ну, и вообще сама дорога там тоже, в общем-то, не всегда бывает в идеальном состоянии, прямо скажем. И плюс, там, те территории, которые мы предлагали, да, там жители ягоды собирают, там еще какие-то мероприятия там у них проходят. В общем, ну, вот они высказались против, пока они не понимают для себя плюсов этой программы. Но мы, в общем-то, не настаивали на тот момент. Нам хотелось вот показать, что программа, в общем-то, работает и она положительно работает. Возможно, мы еще к этому вопросу вернемся и в Пешском сельсовете, и в Омском сельсовете. Но, наверное, просто пока вот что-то новое и неизвестное людей немножечко насторожило, и они просто настороженно отреагировали на это предложение, да, включить их территорию, пока не понимают. Ну, плюс, конечно, настороженность вызывает вот эта история с 1 февраля 2022 года. А почему-то все думают, что сейчас в Арктику хлынет, значит, вся Россия, да, особенно в Ненецкий округ, и начнет разбирать землю. Ну, скорее всего, это просто вот какая-то первичная реакция на предложение на это. И надо просто немножко вот с этим пожить, посмотреть, как она реализуется в других местах, да, вот в Приморско-Кольском, например. И когда люди прочувствуют вот всю простоту и прелесть этого механизма, тогда, наверное, она заработает. Потому что вот мы общались тоже с коллегами на Чукотке и вот в Хабаровском крае. Там тоже не сразу было понятно, что через эту программу можно, в общем-то, оформлять землю тем, кто не может ее сегодня оформить по общим правилам, скажем так. А через гектар это все удобно, понятно и просто. Но мы тоже вот в населенных пунктах, я лично призывала к этому относиться очень осторожно и аккуратно. Почему? Потому что мы знаем, что есть у нас такие населенные пункты, где не оформлены дома. И мы же понимаем, что если мы завтра включим эту территорию на общее обозрение, скажем так, как участвующую в программе, на нее может заявиться любой, а не только тот человек, который там по факту сегодня находится. И здесь может быть ситуация очень неприятная, поэтому мы и не включили сюда сами населенные пункты, особенно крупные, вот сельские, потому что проблемы могут быть. А это какое-то расстояние, это как-то учитывается, расстояние-то достаточно далеко должно быть от населенного пункта? Нет, наоборот, здесь федеральные органы власти нас призывали, наоборот, максимально приблизить к населенным пунктам крупным, чтобы была инфраструктура, чтобы была транспортная инфраструктура в первую очередь. Но, видите, у нас так получается в Наринмаре, если вот вы представляете город, да, город-искатели, у нас, в общем-то, сразу за городом практически, да, вот за фермой, в Нинске агропромышленной компании начинаются, по сути, земли Харпа. И лесной пояс нас еще опоясывает, там, и, в общем, масса ограничений, которые нам не позволяют эту территорию включить. Хотя, казалось бы, едешь по Лаевожской дороге, вот, право-влево, все пусто, пожалуйста, строй. На самом деле это не так. Там где-то есть территории, там, охранные зоны какие-то, зоны падения самолетов, там еще и еще куча ограничений. Поэтому мы не смогли эту территорию включить. Хотя, конечно, по логике, казалось бы, да, ну, чего проще. Ну, вот не все так просто. Поэтому, да, здесь мы постарались максимально отойти от оленеводческих хозяйств, еще раз, чтобы их не ущемлять, их права, и у них пастбище не вырезать, по сути. Ну, и максимально вот к дороге, все-таки, на Красная дорога, она у нас регулярно обслуживается, и, ну, в достаточно таком состоянии всегда хорошем. И, соответственно, ну, вот, речной, вот мы летом ездили, да, ну, вот, речные трамвайчики ходят там, вот эти наши. А насколько далеко вот эти участки, которые сейчас предоставляются от Красного и от Куи? От Красного. От Куи километража в каком? От Красного там порядка 20, по-моему, километров. А Куя прям непосредственно, вот там, вот в самой Куе у нас 5 гектар, ну, вот уже 2 осталось. И вот прям за Куи начинается, вот, не знаю, карту нет у нас, к сожалению, да, с собой. Ну, то есть там непосредственно прилежащая территория, вот, начиная от Куи и вот к Красному двигаясь, вот там небольшая территория такая, да. То есть там, в принципе, и до Красного недалеко, и мы рассматривали эту территорию прям вплотную к Красному. Ну, там тоже глава высказал, конечно, мы самих жителей не спрашивали, у нас просто времени не хватило физически, но мы понимали, что надо их интересы тоже учитывать, и мы отступили, потому что запрашивали, ягоды, грибы собирают тоже вот у главы эти сведения, есть ли там что-то подобное, есть ли там места какие-то вот отдыха людей и что-то вот где они там время проводят, есть. И вот мы от них тоже отошли, хотя понятно, что это неофициальные какие-то там турбазы или еще что-то, но вот здесь могли быть проблемы, да, что вот жители собирают ягоды, и когда мы с Пешей разговаривали, да, вот в Пешской веселете нас спрашивали, вот я здесь хожу свободно, собираю грибы, если завтра там кто-то возьмет гектар, я не смогу там больше ходить собирать грибы, но, к сожалению, да, если человек возьмет землю, он может поставить забор и просто туда никто не пройдет. Вот, поэтому есть здесь свои нюансы, но здесь основная, же ведь была риторика, чтобы максимально вовлекать, максимально предоставлять в упрощенном порядке и, ну, точно не создавать никому никаких ограничений, проблем и не создавать вообще никаких конфликтных ситуаций. То есть здесь должно быть все максимально позитивно, потому что сама программа так выстроена и на это настроена, что у нас никаких здесь не должно быть, и мы поэтому максимально все территории, где могли бы возникнуть такие конфликты или вообще хоть какое-то недовольство, мы их максимально убрали вообще из рассматриваемых даже. А есть такие участки, на которых находится водоем, там озеро какое-то, и озеро тоже, получается, попадает в собственность? Нет, нет, по закону у нас водные объекты не входят в эти территории, то есть у нас описаны территории на сегодняшний день с обходом всех водоемов, каких-то озер и так далее, но там официально озера, там два озера, и они у нас и не попадают в эту территорию, а вот есть же все равно какие-то, ну, вот болотца, знаете, у нас это же тундра, то есть там понятно, что территория может быть, ну, не только вот суша, и все равно где-то вот встречается вот эта болотистая местность. Ее официально не зафиксировать, потому что это неофициально зафиксированные болота, там у нас они на картах не обозначены таким образом, но мы их постарались максимально обойти, то есть максимально мы вырезали куски, то есть у нас вот эти 1293 гектар, ну, в Куе понятно, там сухо, там хорошая территория, вот мы туда выезжали, там никаких болот нет, ничего там, ровно все хорошо. А вот уже на межселенной территории, да, там есть такие места, и у нас вот сам участок, вот этот 1288 на межселенной территории, он многоконтурный, то есть там несколько, он из кусочков состоит, поэтому там, да, там, конечно, территории такие есть, но официально вот в эти земельные участки, скажем так, да, вот в эти территории, которые в законе у нас вошли, их нет, мы их постарались максимально обойти. Но они могут быть, да. Анатолия Владимировна, давайте резюмируем наше интервью. Какие перспективы у программы? Вы уже немножечко задели, что вот в других населенных пунктах, да, еще как бы чуть-чуть подробнее о том, что в перспективе можем мы ожидать? Значит, сейчас мы готовим проект закона, как я уже сказала, по предложению Приморско-Койского сельсовета. Глава предложил участок, находящийся в муниципальной собственности, для включения в эту программу. Сейчас пока не буду называть площадь, мы сейчас это все отрабатываем. С кадастровым инженером готовим проект закона, и уже когда будет точно площадь, нам понятно, мы там тоже все моменты посмотрим, вырежем там, если нужно будет что-то вырезать. И тогда уже проанонсируем, скажем так, точно площадь, на которую мы увеличиваем участки по этой программе. Прорабатывать хотим Великовесочный сельсовет, потому что там есть территория тоже свободная, но зона подтопления тоже надо смотреть. Мы знаем, что у нас Виска, Лапшская, каждый год это практически зона ЧАЭС, потому что каждый год при тайне снега, при скрытии рек у нас происходит подтопление. Поэтому эти территории мы с большой осторожностью будем включать, будем прорабатывать, ну и с жителями, естественно, тоже. Дальше рассматриваем вопрос Телесочный сельсовет. Есть там земли тоже Нинска, агропромышленные компании, надо будет с ними проработать, возможно, они готовы от нее отказаться, если они ее не используют. Там тоже она неподтопляемая, интересная территория, там можно было бы что-то проработать рядом с Устьем, Макарова, Телеска. Ну вот эти территории, они наиболее перспективные, на наш взгляд, потому что там есть еще и объект, скажем так, культурного значения, то есть туда могли бы поехать люди, которым интересна вот эта история по Стазерске и так далее. Ну, пока это все вот на стадии проработки, мы вот максимально в следующем году постараемся вот эти вопросы отработать. Спасибо большое, спасибо, что нашли время, наша программа подошла к концу. Я прощаюсь с вами, напоминаю, что в гостях у нас был начальник управления имущественных и земельных отношений Ненецкого округа Анастасия Голговская, и речь шла о программе «Арктический гектар». До свидания, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин